Всем привет! Давайте на время отложим в сторону ракетчика, он от нас всё равно никуда не убежит, и поговорим о заговорах, которых нет. Но я не утверждаю, что заговоры вообще не существуют, нет, потому что для этого нужно быть всезнацем, знать всё обо всём, а я, к сожалению, не обладаю такой способностью. И также я не имею в виду какие-нибудь дворцовые перевороты в африканском стиле, когда президента Попо сменяет президент Зезия, а отличия между ними такие чисто косметические. Нет, я имею в виду вот что. У всех известных мне заговоров есть как минимум три ключевых особенности, о которых я всё не хочу поговорить. Но прежде чем я перейду к их перечислению, давайте вспомним некоторые события новой или даже новейшей истории. Первый в этой подборке случай, но не первый в истории заговор, конечно. В чём тут дело? В сороковых годах прошлого века, где-то в середине-конце сороковых годов, американские учёные проводили в Гватемале очень интересные медицинские опыты. Врачи, убийцы в белых халатах, преднамеренно и без всякого предупреждения заражали некой дрянью заключённых тюрем, пациентов психиатрических клиник и прочих граждан, представителей уязвимых категорий, естественно, не получая никакого предварительного согласия. Общее количество подопытных превысило пять с половиной тысяч человек, из них около тысячи трёхсот были заражены венерическими заболеваниями, и только примерно половина из них получала лечение. В результате всего этого в начале 50-х годов умерло около 80 испытуемых, а какое количество там поперезаражалось и умерло потом, это никто точно не знает. То есть 1300 человек были заражены венерическими заболеваниями, лечение получало только примерно половина этой группы, а остальные, по всей видимости, были контрольными образцами, как-то так. Короче, мерзость отвратительная. Извинения народу Гватемалы были принесены официально только в 2011 году. Вот так. Про этот случай, наверное, все всё знают, но я так всё-таки напомню. Мало ли. Никсону этот инцидент в итоге стоил карьеры и даже поговаривают психического здоровья, потому что вроде как в разгар событий наблюдали, как он чуть ли не на четвереньках ползает и собачий корм кушает. Возможно, симулировал, а возможно, реально там тронулся. Но это всё происходило, несмотря даже на то, что непосредственная связь между событиями, приведшими к скандалу, и администрации президента, так до конца и не была доказана. То есть все доказательства косвенные. Вот прямых, таких вот убедительных, так и не нашлось. Но что тут можно сказать? Вряд ли заговорщики хотели быть раскрытыми. Но при всём этом они попались крайне тупо. Их попросту застукали на месте преступления. И это нам говорит о чём? Что несмотря на всесильность организаторов этого заговора, там же всё-таки не кто-то, а целый президент Америки это организовал. Несмотря на их всемогущность и доступ к деньгам и к чему угодно, они не смогли подкупить всех подряд, они не смогли как-то так изолировать то помещение или целое здание, где велись работы. И попались. А ведь как всё хорошо начиналось, да? То есть во время первой своей предвыборной кампании президентской Никсон пообещал, что прекратит войну во Вьетнаме. И прекратил. Что характерно, он эти обещания давал до начала всяких лунных полётов. То есть говорить, что война во Вьетнаме прекратилась, потому что СССР застукал американцев за подделкой лунных полётов, тут как бы не приходится уже. Сговор был раньше, если он был. Ну то есть он пообещал, выполнил обещание, сдержал слово, молодец. А вот незадолго до своего второго переизбрания, ну то есть он, конечно, не знал, что он будет переизбран, но тем не менее на это надеялся. И вот он отдал распоряжение установить в кабинете у конкурентов некую аппаратуру, которой там быть не должно, чтобы услышать то, что не предназначалось для его ушей. Собственно, виновен-то он даже не этим, на самом деле. Вину ему вменяется то, что он лгал перед комиссией, расследовавшей это дело, и что он препятствовал правосудию, используя, причём неправомерно используя свои полномочия. Одновременно с этим ещё и преследуя какие-то собственные интересы. Даже не как президента, а вот как частного лица. За что и поплатился. А это тоже мерзкая и довольно долгая история. Если вкратце, в период с 1999 по 2007 годы, в Америке сразу несколько крупных фармкомпаний стимулировали продажи определённого рода препаратов при помощи выплат вознаграждений фармацевтам, консультантам и прочим людям, которые могут посоветовать приём каких-то лекарств. То есть врачи буквально выписывали лекарства, вызывающие наркотическую зависимость. Вот так вот, без хитростей. Пострадали многие тысячи человек, десятки, может быть и сотни, там какое-то количество страшное, умерших от передоза, съехавшие крыши, разрушенные семьи, жизни и так далее. В этом деле участвовало несколько корпораций. Во-первых, Джонсон и Джонсон, самый главный, наверное, виновник, им присудили выплатить штраф более чем в полмиллиарда долларов. Кажется, в 2018 году это дело было. Штраф до сих пор, насколько мне известно, не выплачен, и продолжается тяжба. То есть они не согласны выплачивать эти деньги. Две других крупных компании, Пердиофарма и Тевофарма Сьютикл, выплатили, соответственно, по 240 и 85 миллионов долларов. В этом действительно омерзительном сговоре в роли исполнителей оказалось превеликое множество людей. То есть врачи, как я уже сказал, консультанты какие-то и так далее. Вряд ли в каждом из этих случаев они знали, во что они ввязываются, но всё-таки, наверное, многие из них действовали сознательно или, по крайней мере, догадывались, что происходит. Но, тем не менее, деньги не пахнут. Особенно в этом случае показателен случай фирмы Practice Fusion. И это не фармакологическая контора, это айтишники, программисты. Они разработали программное обеспечение для системы введения и учёта контроля электронных медицинских карт. То есть это большая экспертная система, которая отслеживает процесс развития болезни, подсказывает лекарства, записи какие-то можно в ней делать. Короче говоря, они в одной системе объединили ранее разрозненные системы, типа базы данных, ещё что-то там, рассылки какие-то. Всё было в одном программном коде. И в процессе расследования случаев выяснилось, что Practice Fusion от некоего заказчика получили гешефт в размере 1 миллион долларов за то, что они намеренно внедрили в свой код систему подсказок, настроенную, то есть не просто систему подсказок, а таким образом настроенную, что когда врач выяснял нюансы типа наличия болевого синдрома у пациента, то система начинала подсказывать лекарства вполне определённого свойства. Конкретно рекомендовался препарат под названием Оксиконтин, вызывающий при неконтролируемом приёме развитие зависимости со всеми вытекающими последствиями. То есть это сильнодействующее средство, которое при зубной боли выписывать нельзя. А вот там вот такие случаи были, что типа ушибся, на тебе опиатик вприми, ну и понеслась. Будучи пойманны, Practice Fusion выплатили штраф в 145 миллионов долларов, то есть гешефт 1 миллион долларов, а штраф 145 миллионов, понимаете? Вот так вот неплохо заработали. И это только один из примеров. На самом деле там много всяких разных названий в этом деле поучаствовали. И что характерно, если мы сейчас посмотрим на страницу на сайте Johnson & Johnson, посвящённую проблеме опиоидной зависимости, то мы увидим следующее. Им попросту насрать. О, эта история стара как мир. Ну почти, почти, чуть-чуть моложе. Испокон веков Еврокомиссия без устали штрафовала производителей всякого разного компьютерного железа, а эти производители, в свою очередь, завидной регулярностью, тайно сговаривались с целью установления фиксированных цен и ограничения объёмов производства. То есть в итоге получалась такая злая карикатура на плановую экономику. И вот несколько случаев. В декабре 2010 года Еврокомиссия прихлопнула картельный сговор, в котором участвовали следующие производители. LG Electronics, IU Optronics, Chang'e Picture Tubes, Hanstar Display, Chimei Inlux, которая в этом ряду выплатила самый крупный штраф в 300 миллионов евро. Также в деле поучаствовал Samsung, но они выкрутились, чудесным образом избежав наказания, потому что именно они благоразумно настучали Еврокомиссии на творящееся беззаконие. Однако уже в ноябре 2011 года, то есть года даже не прошло, декабрь 2010, а тут ноябрь 2011, прилетел штраф ровно за то же самое уже Samsung, но на сей раз от антимонопольной комиссии Южной Кореи. Причём сумма выплат вот в этом случае оказалась самой большой на данном этапе. То есть Samsung выплатил 87 миллионов долларов, остальные фирмы, которые участвовали в этом инциденте, выплатили штрафы поменьше, но что характерно, в списке виновных присутствуют всё те же самые названия. Те же самые Chang'e Picture Tubes, Hanstar, Chimei, Aula и так далее. То есть похоже, что выплачивать штрафы примерно раз в год им всё равно выгоднее, чем не выплачивать эти штрафы. Похоже на то. В 2012 году ситуация стала очень похожей, повторилась почти что, но среди оштрафованных очутились уже Panasonic, опять тот же самый Samsung, Philips, Toshiba и какой-то Technicolor. Но в этот раз стукачём выступила тайваньская фирма, которая там уже, мы её слышали, Chang'e Picture Tubes. Она элегантно избежала ответственности, опять-таки настучав на творящееся беззаконие. До этого аналогичные случаи происходили в 2008, 2006, в 2001 году, и раньше, и позже, и будут повторяться ещё неоднократно, и я думаю, что они будут повторяться до тех пор, пока существует капитализм с его свободным рынком и невидимой рукой. В сговорах участвовали производители как дисплеев, жидкокристаллических и электронно-лучевых трубок, в том числе, жёстких дисков, оптических накопителей, оперативных запоминающих устройств динамической памяти, и даже производители конденсаторов и резисторов. А вот это совсем недавний случай. Всё вскрылось в 2015 году, когда внезапно выяснилось, что Volkswagen несколько лет подряд занижал количественные показатели загрязняющих веществ в выхлопе своих дизельных автомобилей, причём не просто в каких-то рекламных заявлениях, да, вот наши автомобили самые чистые в мире. Нет, они манипулировали результатами лабораторных тестов так, чтобы их автомобили казались более чистыми, чем они на самом деле есть. То есть там какая-то штучка стояла в этих машинах, которая во время тестов включалась и каким-то образом снижала выхлоп. То ли какие-то регулировки двигателя менялись, то ли что-то такое. В общем, что-то они там химичили. И особый сарказм или ирония этой ситуации в том, что автомобили с этим хитрым читом занимали даже какие-то призовые места на экологических конкурсах, как самые чистые дизельные автомобили. Вот так. В результате этой грамотно проведённой стратегии фирма Volkswagen получила многомиллиардные штрафы и очень серьёзный репутационный ущерб. Рекордное падение продаж и так далее. В общем, будущее выглядит не очень весело. Хотя в Германии до сих пор более половины немцев доверяют марке Volkswagen и считают, что всё хорошо, нормально. Вдобавок ко всему, как будто этого было мало, в 2018 году вскрылась ещё очень странная история о том, что для лабораторных тестов, доказывающих безопасность выхлопа, использовали обезьян. То ли их в салон сажали, то ли за машиной, где-то непонятно, короче. И, естественно, руководство сказало, что мы тут ни при чём, мы ничего не знаем, вообще мы в этом не участвовали. Но последовавшее расследование показало, что и это тоже неправда. Всё они знали. Вот такая вот грязюка вскрылась. И, кстати, на схожих подтасовках, просто в меньшем масштабе, спалилось ещё несколько производителей, немцы и не только немцы. А многие другие в это время выступили с резким осуждением, мол, мы против. Да что такое происходит? Да что же это? Как же? Заодно клятвенно заверив взволнованную общественность, что вот с нашими-то моторами всё в порядке, там нормальные выхлопы, но мы их всё равно снизим, а в будущем ещё и откажемся от ДВС вообще. Электричество рулит. Скандал с перфтрак... Скандал с перфтрак... Да что ж такое? Ещё раз. Скандал с перфтрактановой кислотой. Да! А вот эта история нравится мне больше всех прочих на самом деле. Вещество с названием, которое я вряд ли второй раз произнесу без запинки, известно ещё как Си-8. Вот именно так я его и буду называть. Итак, знакомьтесь. Си-8. Мутаген, тератоген, канцероген и просто чрезвычайно едкая трава. Зачем оно такое нужно? А это сырьё и вообще очень важный реактив в деле производства второорганических соединений, в частности, широко известного тефлона. Производство, которое этим занимаются, это в основном 3М и Дюпон, время от времени допускали всякого рода утечки, в том числе и этого самого Си-8. Просачивалось, что-то где-то лопнет, что-то там произойдёт. В общем, убегала эта дрянь в окружающую нас среду. Но взволнованную общественность каждый раз успокаивали тем, что вот сейчас у вас там режет в глазах и кровавый понос, но это скоро пройдёт и вообще это полезно для здоровья. Мелкие скандалы с судебными исками преследовали это вещество прям с самого начала его производства, но никогда эта компания не перерастала во что-то целенаправленное, поэтому, в общем, ничего и не происходило. Утечки продолжались. Причём ещё и усилились где-то в 80-х годах вместе с ростом производства и расширением популярности тефлона. В 90-х годах американское агентство по охране окружающей среды наконец-то проявило некий интерес. Кстати, агентство по охране окружающей среды США было организовано при содействии Ричарда Никсона. А вот в 2006 году С-8 наконец-то был признан канцерогеном и пошло всякое ограничение. С 2012 года Дюпон, например, не использует С-8 в производстве тефлона. То есть, если вы купите настоящий тефлон от Дюпон, там следов этой дряни уже не будет. Но вот если вы купите российский аналог, то возможно всякое, потому что в Российской Федерации, насколько я знаю, нет регулирующих это дело норм. То есть, могут быть примеси, а могут быть и не быть. Как повезёт. К чему это я всё? А к тому, что производители по ходу дела наотрез отказывались признавать связь между массовыми случаями раковых и иных заболеваний, подозрительно концентрирующихся на территории вокруг заводов, отрицали связь, собственно, с этим самым производством. Ну, так совпало, что именно здесь они такие, все эти больные, собираются. И, кстати говоря, С-8 очень устойчив к воздействиям, которые мы можем встретить в окружающей нас среде, то есть к ультрафиолету, температурам и так далее, и он склонен к накоплению. То есть, он включается каким-то образом в обмен веществ, ну, не живых существ, потому что он не участвует в метаболизме, а вот во всём этом, в круговороте. И он накапливается в окружающей среде, в воде, в почве, там, где угодно, разносится пылью. И вот это безобразие продолжалось до тех пор, пока некто Роберт Биллот или Биллоп, потому что фамилия похожа французского происхождения, законник, работавший в основном в области защиты корпоративных интересов химических компаний против всяких реднеков. Когда вот там какой-нибудь Хилл Биллли подаёт иск, то в дело вступает Роберт Биллот и объясняет ему, что ты сам виноват. Бухаешь там непонятно что, поэтому у тебя почки отвалились. Ну и вот, а в этом случае Роберт Биллот занялся делом некоего Уиллбура Теннанта из города Паркерсбург, Западная Вирджиния. Это Уиллбур Теннант, это фермер, на ферме которого регулярно дохли коровы по неизвестным причинам. Дело это было в конце 90-х годов прошлого века. Ну и вот, по ходу дела выяснилось, что фирма Теннанта находится, скажем так, ниже по течению относительно места, где Дюпонт сваливал отходы своего производства буквально сотнями тонн. Там огромная свалка была. И водичка, которая просачивалась через эту свалку, через грунт, через это всё, она стекала в речку, а речка текла через ферму этого старика Теннанта, коровы, которые кушали пропитавшуюся Си-8 травку, вели себя соответствующим образом. Вот так и получилось. Билот занялся этим делом и в итоге подал федеральный иск к Дюпон. И в ответ на эту наглость компания вместе с американским агентством по защите окружающей среды организовала комиссию, куда вошло 6 ветеринаров, 3 ветеринара от Дюпон и 3 от этого самого американского агентства. Удивительно, но комиссия в ходе своего расследования пришла к выводу, что в гибели скота виноват сам Теннант, мол, плохо кормит и вообще за ними не ухаживает за этими животными. Но Билот или Билло на этом не успокоился и организовал кипучую активность. Некие исследования, которые в итоге, по его мнению, доказали, что Си-8 содержится в грунтовых водах на большой территории. И затем в 2001 году он подал коллективный иск от лица 70 тысяч граждан, населяющих территории Западной Вирджинии и Огайо. В 2004 году Дюпон согласился выплатить 300 миллионов долларов штрафа, поставить фильтрующие приспособления во все пораженные колодцы и обеспечить медицинскую поддержку пострадавшим, на что было выписано еще 235 миллионов, но при условии, если только независимое исследование подтвердит связь между всеми этими заболеваниями и Си-8, которые вроде как присутствуют везде вокруг этих заводов. Т.е. если будет доказана связь между болезнями, донимающими население Западной Вирджинии и Огайо, и этим химикатом, вот тогда все это будет выплачено и организовано. А если нет, то гуляй, Вася. Независимая комиссия была собрана, что как бы не характерно для этого времени. Несмотря на то, что Дюпон оплачивал работу этой комиссии, насколько я понимаю, они все-таки нашли вероятную связь между статистикой заболеваний и наличием Си-8 в окружающей среде. А болезни, надо сказать, не самые приятные, хотя вряд ли бывают приятные болезни. Т.е. рак почек, рак яичек, болезни щитовидной железы, нарушение холестеринового обмена, язвенный колит и т.д. и т.п. Получив серьезное научное обоснование, билот начал оформлять уже индивидуальные иски от лица каждого пострадавшего к Дюпон. Этих исков к 2015 году набралось более 3500. 3500, короче, исков набралось. И вот после этой бомбардировки Дюпон согласились выплатить аж 670 с чем-то там миллионов долларов. Но что характерно, иски все еще продолжают поступать, потому что это химикат, он накапливается, он присутствует в почве, и если не провести полную дезактивацию, т.е. все срыть и куда-нибудь... А куда это деть, да? Оттуда тогда иски пойдут. Вот такая вот дрянь. Билот почувствовал запах крови, и в 2018 году он открыл новое дело, расследуя связь уже между другими химикатами, которые участвуют в этом производстве, связь их с нарушениями здоровья всякими разными. Т.е. Се-8 – это только один из представителей большого семейства всякой разной второорганической гадости. Вот. В деле участвует Билот, а его противники – это Дюпон, 3М и Кемуарс, которые на самом деле... Или Кемуарс, Кемуарс, который на самом деле дочка Дюпон. Эти вещества, как оказалось, настолько распространены повсеместно, что они присутствуют в крови чуть ли не каждого американца, т.е. там 98% населения так или иначе в крови имеют какие-то из молекул вот этих второорганических соединений. Вот так. О кипучей деятельности Билота, между прочим, снят неплохой фильм. Я его смотрел, к сожалению, кусками. Неплохой фильм под названием «Тёмные воды». В главной роли снялся Халк. Ну, актёр, который его играл. Как его там зовут, я не помню. Ну, в прокате у нас, по-моему, его не было. Т.е. достать этот фильм можно только сами знаете как. Короче, к чему это я всё? Вот это вот все эти случаи замечательные. А к тому, что есть три свойства, у каждого из этих заговоров есть общие особенности, присутствующие в каждом из случаев. И наверняка ещё во многих других. Во-первых, каждый такой заговор оказывался весьма вредной затеей, которая, с одной стороны, наносила ущерб жертвам этого заговора, так или иначе, т.е. либо непосредственный ущерб здоровью, как в случае вот этой вот второорганической штуки, так ущерб кошельку или имиджу, или ещё чего-нибудь. И впоследствии этот же заговор, он, как сказать, аукнулся своим организаторам. Т.е. они потеряли суммы денег в виде штрафов, кто-то потерял карьеру, кто, может быть, там крышей поехал или что-нибудь ещё, может быть, самоубился. Ну или просто прославился на весь мир, как примерзейшее из существ. И тут можно сказать, что, наверное, любое преступление, в котором замешано от двух и более участников, в каком-то смысле представляет собой заговор, потому что преступники, они же свои умыслы и действия, как правило, стараются держать в тени, как минимум до какого-то момента, а широкой общественности остаётся только с удивлением наблюдать за последствиями, иногда даже не осознавая, что это отнюдь неестественный ход вещей. Вторая особенность в том, что все эти заговоры раскрыты. То есть поначалу-то, конечно, всё шито-крыто, но шило в мешке не утаишь, то есть кто-нибудь стуканёт, кто-нибудь проболтается, кто-нибудь попадётся просто, будь застукан. Исполнители забудут стереть отпечатки пальцев и подвинуть в комнате всё так, как оно стояло до того, как они туда вошли. Либо вот какая-нибудь просочившаяся гадость начнёт убивать несчастных коров и так далее и то подобное. То есть так или иначе заговор будет иметь какие-то неожиданные последствия, неожиданные для его организаторов, которые в итоге приведут к падению всего замысла. Тут, конечно, можно возразить, потому что, наверное, существуют какие-то нераскрытые заговоры, и они остаются неизвестными. По причине того, что они нераскрытые. Никто не сознался, никто не стуканул, ничего не просочилось, все отпечатки на своём месте и так далее. Да, может быть. Но я повторю, я не утверждаю, что заговоров не существует вообще. Как видим, они бывают. И я даже не стану утверждать, что не существует нераскрытых заговоров, потому что все эти случаи до того, как они были раскрыты, они оставались нераскрытыми. Логично. Но если мы не знаем о существовании какого-то заговора, если у нас нет никаких доказательств его наличия, его действенности, если мы не можем проследить связь между активностью каких-то там лиц или организаций, не можем показать её достоверно, то утверждать, что эта связь точно есть, что там есть какой-то заговор, мы тоже не можем. Мы можем только предполагать в лучшем случае, а в худшем просто сидеть и гадать, выдвигать версии. Потому что предположить-то можно что угодно, если не утруждать себя доказательствами, что сосед по лестничной клетке – это на самом деле биоробот, подосланный рептилоидами, чтобы следить за тем, как я хожу в туалет при помощи лучей смерти сквозь стену. Мало ли, может же такое быть? Может. Вероятность 50 на 50, или да, или нет. Но одно дело – это сидеть и гадать, а совсем другое дело – рыть и искать. Вот как вот этот Боб Биллот. И тут мы приходим к третьей особенности всех известных мне заговоров, они не просто раскрыты, они расследованы, причем профессионалами, не всегда профильными. Тот же Роберт Биллот, он адвокат, он не химик, не врач, но тем не менее он смог организовать работу соответствующих специалистов, которые уже дали заключение, на основании которых были сделаны определенного рода выводы. Т.е. диванные эксперты с пузырями на коленях рейтус в этих расследованиях никакого веса не имеют. Их там и нету, этих экспертов. Т.е. каждый раз оказывается, что действия заговорщиков вскрыты, ну, например, при помощи журналистского расследования, только настоящего расследования, когда журналист действительно ездит по местам, разговаривает со свидетелями, ищет какие-то документы, там роется в подшивках старых газет и т.д. и т.п. И вот в результате своей активности он составляет картину произошедшего и пишет статью, и в итоге какой-нибудь там капиталист прыгает из окна, потому что он не хочет платить полмиллиарда штрафов. Либо журналисты, либо там какие-нибудь въедливые юристы, либо какие-то научные комиссии, в конце концов. Каждый раз профессионалы своего дела, а не болтуны. В итоге что можно сказать? Что ни один из случаев по-настоящему опасных заговоров, таких вот грязных, в которых там какие-то миллиарды ворочались или какие-то могущественные силы, противоборствующие какие-то организации, вот ни разу ни один из таких заговоров не был вскрыт блогерами, писавшими тупые комментики на ютубе. Ни разу. Странно это очень получается. Почему-то. Ведь столько уважаемых экспертов, и до сих пор никто из них ничего не вскрыл. Не иначе как заговор.